Тема сегодняшнего нашего разговора будет артроз крупных суставов, то есть остеоартроз. Как он возникает, как с ним бороться и как с ним жить. Если мышца становится слабая, если связки становятся дряблые, растянуты, соответственно, вся нагрузка приходится непосредственно на наш сустав, которые фактически были выключены и не принимали своего участия в движении нашего тела. Поэтому, собственно говоря, мы и получили такое заболевание, как коксартроз. Друзья, всем привет! Сегодня четверг, мы находимся на канале Здоровый Рух. Меня зовут Максим Мамчур, я специалист по физической реабилитации. Также я сооснователь сети центров кинезиотерапии Здоровый Рух, которая находится в Киеве. Друзья, темой сегодняшнего нашего разговора будет артроз крупных суставов, то есть остеоартроз. Как он возникает, как с ним бороться и как с ним жить в дальнейшем, если у вас такой возник. Прежде чем мы, конечно же, начнем, я предлагаю вам подписаться на наш канал внизу, поставить колокольчик, поставить лайк, если понравилось, и, конечно же, прокомментировать, задать свой вопрос. Я всегда читаю все вопросы, стараюсь на них отвечать, и, конечно же, стараюсь всегда объективно вам помочь, если у вас есть вопросы касательно непосредственно нашей темы. Поэтому, друзья, поехали, приготовьтесь, сегодня будет очень интересной, много интересной и полезной информации. Поехали! Давайте начнем сначала. Остеоартроз, что это такое? Остеоартроз – это дегенеративно-дистрофические изменения внутрисуставных поверхностей. То есть, простым языком, если у нас есть две поверхности нашего сустава, например, возьмем тазобедренного сустава, да, есть такое заболевание, как коксартроз. Когда у нас длительное время сустав недополучает своего качественного питания, когда длительное время у нас есть какой-то функциональный перекос нашего таза, и нагрузка на один сустав приходится больше, чем на другой, возможно, когда-либо была травма ниже лежащих этажей, не обязательно тазобедренного сустава, травма, например, стопы, и человеку пришлось принимать специальную позу, в которой ему удобнее. И так происходит годами, то есть, восстановившись, он начал все равно чувствовать себя в такой походке более комфортней. Соответственно, нагружая длительное время один либо другой сустав, сустав начинает изнашиваться. Как бы нам того не хотелось, хотим мы или не хотим, все наше тело является, скажем так, расходным материалом. У кого-то он изнашивается, организм изнашивается быстрее, у кого-то медленнее. Все зависит от того, насколько качественно, гигиенически мы относились к собственному телу, насколько мы постоянно улучшали трофику, улучшали питание наших суставов, то есть, насколько качественно мы держали наши мышцы в тонусе, которые качали кровь, питали наш позвоночник, питали наши суставы, и, соответственно, насколько качественно мы укрепляли наши мышцы, которые являются каркасом нашего тела. Смотрите, зачастую, когда к нам приходят пациенты с болью либо в колене, либо в тазобедренном суставе, либо в плечевом суставе Чаще всего, пальпируя этих пациентов, я вижу то, что мышцы в данной области у них фактически отсутствуют Что я имею в виду отсутствуют? По факту они есть, но силы в этих мышцах фактически не остается А ведь опорно-двигательный аппарат относится к костно-мышечно-связочной системе То есть у нас есть кости, есть мышцы и есть связки К чему я это все вам рассказываю? К тому, что мы передвигаемся не только за счет костей Мы держим наше тело не только за счет костей, а и за счет связок и за счет мышц То есть если мышца становится слабая, если связки становятся дряблые, растянутые Соответственно, вся нагрузка приходится непосредственно на наш сустав Сустав недополучает питание, опять же из-за того, что мышцы слабы и не помпируют в этот сустав Синвиальную жидкость, кровь и так далее Соответственно, у человека начинает возникать остеоартроз Происходит трение, с каждым днем все сильнее и сильнее И хрящ начинает стираться То есть вот такой вот простой принцип Остеоартроз крупных суставов, это, так как я уже сказал выше, изнашивание наших суставов Из-за отсутствия силы работы мышечно-связочной ткани Когда мы делаем рентген, когда мы приходим уже с болью к врачу Мы делаем рентген, врач смотрит и видит у нас нарушение хрящевой ткани Он видит здесь шероховатость, видит какие-то изменения, ослоения и так далее На одной, на второй поверхности наших суставных поверхностей То есть пишет нарушена конгруентность То есть конгруентность это мягкое вот такое вот сопоставление двух суставных поверхностей Но чаще всего врач не обращает внимания на состояние всех мягких тканей Которые вот здесь вот у нас вокруг нашего сустава А это является, так как я сказал выше, очень важной частью непосредственно сустава Да, кости это сустав, а мягкие ткани это насосы, которые льют кислород в наши суставы Почему я на этом акцентирую внимание? Когда человек приходит к нам с коксартрозом, либо гонартрозом Артрозом коленного и тазобедренного сустава Пальпируя его, я вижу, что ягодичная мышца не работает Она очень слабая Я вижу, что передняя часть бедра не работает Задняя часть бедра также фактически не выполняет свою функцию Эти мышцы укорачиваются, сжимаются, ухудшают подвижность в суставе Человек приходит к доктору и доктор говорит Ну что ж, дорогой мой, давайте сделаем операцию по замене тазобедренного сустава Тотальное эндопротезирование Протезирование, для тех, кто не понимает, это когда вот так вот Отрезают головку бедренной кости и ставят вместо нее металлический вот такой же сустав Только металлический Конечно же, не каждый на это согласится Это не такой простой, скажем так, вариант решения проблемы Решить проблему в большинстве случаев можно с помощью кинезиотерапии Более того, скажу вам, что мы решаем эту проблему примерно за 6-8 месяцев в регулярных занятиях То есть человек, приходя с хромотой, приходя с контрактурой, то есть блокировкой сустава Жалуется на то, что так называемые жилы не дают, не пускают человека То есть не развернуть ногу, не вперед шаг сделать и так далее Это все контрактура мышечная То есть наша задача эти мышцы восстановить в исходной длину То есть эту ригидность растянуть, улучшить питание Да, восстановить суставные поверхности у нас не получится Но укрепив связки мышцы, мы сможем вернуть питание в сустав Как минимум он не будет прогрессировать в своем заболевании И как максимум, то что я сказал, укрепив связки и мышцы Наше тело будет ходить не только на костях А будет ходить еще за счет этих связок и за счет этих мышц Которые фактически были выключены и не принимали своего участия в движении нашего тела Поэтому, собственно говоря, мы и получили такое заболевание, как куксартроз Конечно же, как я сказал ранее, если у нас не было никаких травматических ситуаций перед этим Поэтому, друзья, операцию всегда успеете сделать Попробуйте вначале консервативно позаниматься, восстановить питание Восстановить работу мышно-связочного аппарата После чего уже вернуться к вопросу операции Либо же забыть раз и навсегда А то, что упражнения помогут, я более чем уверен Точно так же касается и коленного сустава Человек приходит к доктору с коленным суставом Доктор делает ему МРТ Мы видим, что есть артроз поверхности сустава Возможно, где-то нарушение целостности мениска И доктор говорит А давайте-ка мы вас прооперируем Либо почистим мениск в самом лучшем случае Либо поменяем вам полностью ваш сустав Смотрите, друзья Как при куксартрозе, так и при гонартрозе Есть ситуации, есть случаи, которые требуют действительно замены эндопротезирования сустава Да, действительно так бывает Но эти случаи встречаются реже Нежели по статистике мы делаем эти операции Потому что у хирурга у него какая задача? Задача прооперировать Конечно же, когда он видит минимальные показания к операции Он скажет, давайте сделаем операцию Но я еще раз хочу настоять на том Что операцию вы всегда успеете сделать А прежде нужно попробовать все методы Смотрите, более того Чаще всего, когда мы видим, что случай все-таки операбельный И нужно делать операцию Мы человеку предлагаем пройти занятие Для того, чтобы мышечно-связочный аппарат подготовить к операции Сделать эту операцию А после нее пройти реабилитацию Которая пройдет в разы быстрее Нежели без подготовки до операции Потому что мышцы уже будут готовы Поменяя сустав, мы быстро восстановимся Если не пройти эту подготовку Восстановление может затянуться до года, полтора года и так далее То есть в лучшем случае мы можем восстановиться за полгода В худшем случае это может быть полтора года и так далее С частичной контрактурой, которую будет очень сложно разработать Поэтому очень важно пройти подготовку к операции Так вот, если все-таки у вас доктор увидел остеоартроз Либо нарушение целостности, либо нарушение целостности семенистка Либо воспалительный процесс в колене Часто еще я слышу такие вот предложения, которые говорят врачи Давайте сделаем вам укол прямо в сустав Почему я также противник этих уколов? Поясню То есть ситуация следующая Если у нас возник остеоартроз Коленного либо тазобедренного сустава Скорее всего мышцы у нас не работают Человек ходит на костях Врач предлагает Давайте пройдем сквозь суставную сумку И введем сюда вещество Вещество зачастую гормональное То есть какой-то препарат на гормональной основе Да, боль он снимет На некоторое время вам станет легче Но сама проблема возникновения и прогресса остеоартроза Никуда не денется Вы на полгода забудете в лучшем случае А через некоторое время вы вернетесь и снова скажете Так, что-то у меня продолжает болеть Почему не приемлю уколы? Потому что происходит разгерметизация суставной сумки Там есть своя среда, своя, скажем так, атмосфера Разгерметизируя которую Мы ускорим процессы Разрушения суставных поверхностей То есть природой не просто так было придумано Герметизацию самой суставной сумки То есть когда мы туда уже проникаем Соответственно мы Разрушаем внутреннюю атмосферу Внутреннюю среду Тем самым ухудшаем состояние непосредственно колена Хотя на тот момент Вводя препараты нам будет казаться Что нам стало легче Друзья, первая, вторая И в некоторых случаях даже третья степень остеоартроза Восстановима Главное проконсультироваться с качественным специалистом И подобрать правильную программу восстановления Сегодня в нашем видео я хочу вам показать Базовые упражнения Которые помогут вам Как минимум избавиться от боли А в лучшем случае Даже раз и навсегда забыть о своей проблеме Поэтому не переключайте Показываю упражнения Поехали Все только для вас Друзья, предлагаю вам выполнять все упражнения Либо сидя, либо лежа Для того, чтобы не создавать компрессионную нагрузку На колены, либо тазобедренный сустав То есть, когда мы стоим Даже за счет веса нашего тела У нас создается компрессия Сдавливание То есть, мы ухудшаем ситуацию Как бы нам того не хотелось Когда мы садимся Мы снимаем давление в суставах Соответственно, нам становится легче И так, как я сказал Остеоартроз коленного тазобедренного сустава Начнем с коленного Что бы я сделал Что бы я вам порекомендовал бы сделать При остеоартрозе коленного сустава Давайте рассмотрим На какие группы мышц мы с вами должны поработать Мы должны поработать на Переднюю группу мышц бедра На заднюю группу мышц бедра На боковую группу И на внутреннюю Тем самым их укрепив Тем самым улучшив питание Непосредственно тазобедренного сустава Начнем с передней Просто исходное положение сидя Простыми движениями Я выполняю на выдохе Разгибание ноги в колени Вот таким вот образом Вы можете для себя также принять Какое-то удобное положение Точно так же повторять Разогнул В исходное Разогнул В исходное При разгибе я чувствую напряжение Передней группы мышц Нашего бедра Разогнул В исходное В крайней точке Я чувствую максимальное напряжение Всей группы Для того, чтобы максимально Проработать этот этаж Максимально налить его кровью Упражнение номер два Поработаем немножко стопой Для того, чтобы проработать Переднюю группу мышц голени Ножку я просто разогнул Держу ее в таком положении И просто стопой работаю На себя, от себя То есть, что я сделал Я вначале раскрыл верхний этаж Для протока крови Прорабатываю теперь нижний этаж С дистальных конечностей Откачиваю кровь Выше лежащие этажи Тем самым Кровь проходит сквозь сустав Насыщает его кислородом Насыщает микроэлементами Тем самым его восстанавливая Друзья И первое, и второе упражнение Я выполняю такое количество раз При котором я почувствую Что у меня мышца зажигается То есть, такое ощущение Горящей мышцы В среднем это 20-25 повторений По самочувствию можно добавить Либо наоборот убрать Упражнение номер три Лежа на животе Мы будем сгибать ногу В коленном суставе Ложусь на живот Кладу ноги на скамейку Вы можете это сделать на кровати И простое движение Коленным суставом В верхней точке Я максимально чувствую сокращение Задней поверхности бедра Точно так же повторяем 15-20-25 раз Кому недостаточно Можно немножко добавить Четвертое упражнение Я согнул ногу в колене Носок натянул максимально к себе И на выдохе Я поднимаю ногу В тазобедренном суставе Также это упражнение Сразу помогает И тазобедренному суставу Если у вас вопрос Именно в нем Таких 20-25 повторений Должны почувствовать максимально ягодичную мышцу Друзья Пятое упражнение Точно так же И для коленного И для тазобедренного сустава Приподнимая ножку Я делаю приводящее движение Нога к ноге Сдавил ноги между собой То есть вот стопки я сжал Вернулся вверх в исходное Сжал В исходное В исходное Следующее упражнение Мы сделаем так же Только с точностью До наоборот Напоминаю друзья Комплекс предназначен И для коленного И для тазобедренного сустава Потому что работают Все группы мышц ноги Которые участвуют И в коленном И в тазобедренном суставе Что мы делаем Нога к ноге Исходное положение Отводим в сторону Максимально на выдохе Отвел В исходное Вернулся В исходное Вернулся То есть точка напряжения При отведении в сторону В исходное В исходное В исходное Друзья Даже если у вас болит Один из суставов Либо правый Либо левый Обязательно мы повторяем И второй ногой Которая у нас является здоровая Обязательно не забывайте Все упражнения по 20-25 повторений Можно больше Если вы по самочувствуете Чувствуете Что вам надо Немножечко больше Следующее упражнение Мы сделаем следующим образом Ровная нога Также сидя в исходном положении Ровной ногой Подняли вверх В исходное Вышли Подняли Должны почувствовать Напряжение По всей передней поверхности ноги А растяжение по задней В исходное В исходное В исходное В исходное 20-25 раз Ну и конечно же Друзья В конце я рекомендую Сделать простой стрейчинг Первое Это потянуться К нашим носочкам Уделить этому 5-10 минут Мы должны почувствовать Растяжение задней поверхности Нашего бедра В исходное посрединке к левой отлично следующее упражнение мы ножку сгибаем если коленный сустав позволяет это забедренный натягиваем на себя бедро и просто растягиваем если амплитуда позволяет можно немножко поработать еще и в тазобедренном суставе вторая нога у нас лежит ровная на полу это более сложное упражнение по самочувствию на пятое шестое занятие в любом случае вы должны дойти до этого упражнения и точно также на вторую ножку и сделаем бабочку положили ножки вот такое положение если этот азобедренный сустав вы почувствуете небольшую боль сильно не давим есть ли терпимо в коленных суставах тогда выполняем если острая боль в коленных суставах тогда это упражнение мы исключаем и мягенько надавили вернулись в исходное надавили вернулись в исходное друзья напоминаю что коксартроз это ригидность укорочение мышц которые сдавливаются и не дают возможности двигать суставами ваша задача эти мышцы растянуть поэтому мягенько не заходя в острую боль мы потянули вернулись в исходное растянулись в исходное обязательно все с выдохом выдох упрощает стрейчинг мышцы в исходное в исходное при друзья более чем уверен что выполняет данный комплекс через день в течение двух-трех месяцев заканчивая его контрастным душем вы будете себя чувствовать на порядок лучше на порядок моложе улучшите кровообращение в суставах коленных тазобедренных улучшите общее самочувствие вашего тела почувствуйте себя моложе и перейдете совсем на более качественный уровень вашей жизни я надеюсь я был полезен подписываемся на наш канал ставим лайки колокольчики комментируем каждый четверг мы с вами будьте здоровы